я хочу начать наш разговор вот чего много-много лет назад я открыл тот еще старый канал нтв а там в гостях у какого-то ток-шоу коли васин помните такого напомните пожалуйста коли васин это великий человек и не знаю жив он или нет ему тогда было уже под 70 лет это важный момент и она спросила его николай он питерский у меня ребенком был даже у него дома но коли васин чем прославился он в советское время настолько фанател от группы битлз что пол маккартни по-моему прислал ему майку там диск это когда еще по-моему брежнев был жив он закопал от кгб все это во дворе в общем музей битлз ну там например песни какая-нибудь одна песня в 15 разных исполнениях ну все битлз не смысле там кавер нет вот здесь типа вот он так вот здесь и в ливерпуля это да 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 вот и брюсселе у него немножко здесь вот видите он слово заменил так и что же произошло вот теперь слушайте она говорит николай ну расскажите о себе вдруг он говорит я такой счастливый представляете там компания sony выпустила такую акустику там такой звук вообще ему под 70 лет я подчеркиваю это очень важный момент одет он немножко как такой ну по-детски ну так по моде рокеры в семидесятых там куртки кожаные косичка сзади он говорит вот настолько радует да а какой они сейчас синтезатор сделали вообще я понимаю николай мне кажется какой я сижу и думаю не то что взрослый мужик пожилой мужик ему 70 но он как ребенок его радует вот какая-нибудь акустика его радует передача звука вы просто не знаете как можно сесть и долго синтезатор обсуждать в какой-то не говорите и вот я сегодня друзья мои хочу об этом поговорить тема нашего сегодняшнего разговора что делает кстати кому не в лом наберите колю васина в интернете поймете что это был за светлый человек к сожалению умер он в 2018 году умер да как коллекционер его обожали все музыканты россии все но куколе коле 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 да на так коле было семь часов почти до сколько там было когда он умер не написано в каком возрасте надо посмотреть на вот я что хочу сказать друзья я конечно понимаю что не всем и коли вася но и у нас совершенно своей радости но я хочу что вы рассказали сегодня что делает вашу жизнь счастливой от чего вообще получаете удовольствие а давайте сразу чтобы мы не тратили время на простые вещи солнце море и вода наши лучшие друзья чтобы поинтереснее потому что вот особенно говорить там ой море на море я счастлив от солнца я тащусь и так далее это как бы общее место поинтереснее что ну не так как у коле вае вася на среде получится но мало ли что то мы сегодня интересно узнаем вот прямо сразу а вот прям сразу здрасте потолок покрасьте если получится добрый вечер а вот так здравствуйте я очень люблю учиться это прямо буквально самые счастливые моменты моей жизни что вам нравится в учебе то что вы что-то новое издают или то что вы не работаете я работаю работаю умными людьми общаться я вот детства человек который учителей вопросами заваливал руку вечно вот такая вот это шило задница получаете удовольствие от самого процесса образования до да вот взаимного обмена маленькая вы учитесь как бы в разных сферах или вы чем-то одним занимаетесь вот в направлении куда копаете дефектология а вы дефектолог детский понятно девочка помните на улице койка же я сказал не койка га койка га улица фифочка фифочка мои сейчас вообще не разговаривают это в основном аутичный сектор о а че они поддаются коррекции между прочим можно вывести почти в норму да ладно просто запоздала да все развитие более каким великим делом занимать а вы знаете что в израиле есть подразделение аутистов знаю я знаю что все гораздо лучше там да и они но у меня ребенок был в голландии в ресторане где вся обслуга это дауна и они ранее при этом они работают то как бы носят еду реагирует и так дальше вот да но хорошим делом занимается я вам желаю успехов и вашим подопечным тем более спасибо но начало положено вот это я хочу понимаете не про солнце и море а что-то действительно интересное вот мне очень понравился самый первый звонок великолепный был мы продолжаем обсуждать то что делает вас счастливыми и если прямо счастье это очень круто но то что доставляет в жизни удовольствие что мари говорит задали вопрос про что там из гибдд нам пишут ну что делать счастливой работе в гибдд не то что вы подумали алена пишет здравствуйте делают меня счастливым что я два года ждала должность и сейчас прохожу аттестацию на вышестоящую должность работаю я в гибдд и вот счастья я могу лишиться если скажу на работе что я беременная если не скажу то вроде бы как я враг потому что должность заняла и ушла в декрет представляете я не могу решить говорить ли руководство о беременности быть себе врагом или им тут как бы вопрос поэтому я наверно отвечу на него хотите говорите согласно моим шести правилам не хотите не говорите вот если вас спрашивают врать нельзя они спрашивают то получаете радость от должности гибдд вот именно до тех пор пока в декрет не идете а там радость пусть получают другие сотрудники отдела добрый вечер здравствуйте алло да пожалуйста я так рада что я до вас дозвоню здравствуйте Михаил вот видите какие радости у людей бывает вот человек дозвонился и больше в жизни ничего не надо вообще ничего не надо как вас зовут Эльвира очень приятно Эльвира отчего что делает вашу жизнь счастливой ну помимо того что дети я поняла что я кайфу когда вот как и предыдущая звонившая поняла что я кайфу когда учусь но учусь не в плане какие-то там лекции посчитали там университет заканчивал когда читаю книги на разные темы и у меня просто и у меня знаете ощущение того чего-то не успею в этой жизни не успею узнать по там поработать свои какие-то нюансы не успею узнать по медицине со всей зрения там здоровье детей там семьи и мне кажется что мне не хватает 24 часов чтобы все познать и я как до чего-то узнаю все больше и больше это очередная прочитанная книга лекции прослушанные там в интернете ваши в том числе лекции я бесконечно знаете в течение рабочего дня у меня в наушнике ваш голос я засыпаю под ваш голос Михаил вы так убоют еще говорить спасибо но сейчас рано еще подождите нет я сейчас как раз вот ну в общем вот так вот не могу успокоиться мне кажется что я чего-то не успею хотя мне всего 36 лет а вот это вот жажда познать что-то новое что-то успеть что-то увидеть что-то передать что-то в чем-то разобраться больше не знаю я желаю я не в ротик но тревожное скорее всего потому что вы боитесь что не все в себя запихаете не всю информацию мира но ничего зато ведь как позитивно чем сидеть так сказать в углу человек все время что-то новое познает это вспомнил мари помните он с именем этим ложится он с именем этим встает хорошая девочка лида в доме напротив живет откуда это вот вылетела из головы переключение шурика здравствуйте михаила мари мне доставляет радость а вы получаете радость когда кто-то не может вспомнить откуда признайтесь да злоб дура я сам не могу вспомнить мне доставляет радость от зарабатывания денег пишет она 37 лет из москвы ой а мне ужасно нравится вот это сообщение что скажете про деньги зарабатывание денег которые доставляют кайф но повезло марина пишет а я кайфую от новой канцелярки даже если ей не пользуюсь потом но покупать новую канцелярку прямо большим знаете вот шутки шутками у меня ребенок в детстве вместо кукол просил карандаши такие блокноты из такой бумаги коричневой такая тисненные была золотым обрезом вот тоже любила канцелярку больше чем игрушки так бывает жизни ну что у нас звоночек давайте добрый вечер алё говорите пожалуйста здравствуйте меня зовут лера мне 39 лет вот я получаю счастье и удовольствие когда остаюсь одна от одиночества когда мне просто слишком редко удается побыть одной вот вот и очень наслаждаюсь одиночеством ну это как сказал адрикнышев меня окружали милые симпатичные люди сужая кольцо все больше и больше а у вас что семья большая нет у меня семья не очень большая свекровь муж мама которая постоянно мне звонит но они все очень сужают кольцо вот они очень очень напряженные достаточно свекровь и точка не важно сколько людей главное что это за люди понятно а почему вы не можете побыть одна ну вы знаете у меня работа связана в основном с общениями с людьми очень много и по телефону и лично вот потом муж который тоже требует очень много внимания вот и постоянно в силу того что он на фрилансе поэтому мы часто оказываемся вместе то есть на работе ты с людьми в метро ты с людьми дома ты периодически со свекровью на даче хорошо что муж не слышит этой фразы что вы только что сказали на работе ты с людьми в метро ты с людьми а дома ты со свекровью пять баллов молодец вот так что очень вот впервые за полтора года мне удалось пандемия это прекрасно но все равно мы оставались вместе вот но впервые за полтора года мне удалось последнюю неделю поработать на удаленке и одной это счастье знаете я хочу вам ну не знаю как совет не совет есть такая интересная психологическая история что у людей со средним темпераментом раз в два три месяца появляется потребность быть одним они этого не понимает этого не понимает окружающие потому что у них начинается раздражение ничем не мотивирован они начинают придираться на самом деле если человек знает что такая особенность психики человеческой что у человека есть такая потребность но не часто раз два три месяца то обычно и он и окружающий так тебе пожалуй есть смысл там один денек побыть одной ну пару дней может быть и тогда все становится нормально но когда люди проскакивают этот момент у них это раздражение начинает копиться и потом конечно скандалы и конфликт поэтому можете сказать честно дорогие родственники я вас люблю как родных но бывают такие минуты когда время идет на секунды и все это длится часами я имею ввиду что вот хотите побыть одна пандемия вокруг люди и люди как сказала наша слушательница а ты как сказал в метро люди на работе люди а ну а дома свекровь а дома свекровь мне нравится наш слушатель который пишет что ему приносит радость аисты и часто хочется спросить как это часто да аисты у вас раз в год добрый вечер ой 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 следующая линия добрый вечер алло здравствуйте здравствуйте да ой не первый раз уже счастлива меня зовут Саша меня зовут Саша хотела поделить свои истории я вообще очень сильно люблю музыку и когда у меня в жизни происходят какие-то там проблемы или разные истории там музыка меня спасает я ну могу слушать какую-то композицию если она отражает мое внутреннее состояние я прям получаю настоящий кайф и мне становится легче и прям мне какая-то радость жизни и становится гораздо лучше а какую музыку любите совершенно разную я абсолютно меломан и начинаю от классической и заканчивая какими-то этническими песнями но вообще очень важно чтобы был хороший текст если песня со смыслом да то это прям супер-пупер а что вам конкретно нравится давайте расскажите все-таки вот я хотела задать вам вопрос вот смотрите так разволновалась и забыла что хотела спросить сейчас одну секунду а вот в момент вот допустим какая-то проблема я послушала музыку и мне стало супер-пупер классно и это у меня прям такой как бы ну прям релакс какой-то кайф настоящий а потом через какое-то время ну как бы я живу обычной жизнью и обратно возвращаются какие-то плохие мысли ну короче музыка действует как обезболивающее но только временное вот почему так происходит и это выходит что более глубинные проблемы в смысле ну да потому что музыка заглушает она переключает внимание на себя и кстати я вам хочу сказать вот по моему у нас на северном дожде выступал михаил казинник да выступал да я знаю его скрипачка а он скрипач еще да он сказал очень интересную вещь которую я сейчас не то что понимаю я просто слышу что музыка обычно тревожная но например моцарт это как бы считается красивая музыка дело не то что она красивая она тревожная практически любая музыка за редким исключением песни пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам она тревожная вот симфоническая классическая музыка обычно тревожная и вот если ее слушать вот внимательно то эта тревога она реально прямо вот слышится вот и может быть одна как бы забивает вашу тревогу а какая вот какую конкретно музыку любите скажите ну например какой композитор вы знаете вы абсолютно правы потому что вот расскажу свою историю буквально вот недавно я рассталась молодым человеком и у меня прям я страдала ужасно и сразу реклим вот это да и весь мой плейлист он отражал мое внутреннее состояние вот это вот какие-то песни про несчастную любовь про свою мою любимую Таня Буланова скажи мне правду скрипичные концерты Татьяны Булановой скрипичные концерты не Чайковского разве что вот и да и наверное вы правы что это как бы они отражали мою тревогу поэтому я находила в этом какое-то подтверждение что ли или объяснение так а вы расскажете какую музыку-то конкретно любите мне же интересно узнать ну это мы сегодня про радость ну это скорее какая-то может быть даже рок-группа какие-то какая рок-группа ну на какие 3-5 рок-групп какие-нибудь группа Вильвет так группа которые пели там про варенье сейчас про варенье про варенье вот и все ну это полкрок-группы забыла название так полкрок-группы да это такие больше даже с народным подтекстом может напоете мы узнаем ее я варю вишневое варенье я люблю высоких троп-группы прикольно но я не знаю еще смотри чтобы вы знали так я люблю слушать телогею певец телогею люблю слушать я знаю правда не слышу творчество но знаю что она есть ну да она вот тоже скорее народница да народница ну и современные всякие я могу слушать ну там допустим того же самого оксимирона могу послушать допустим я вообще рэп не слышу но его там слушаю или какие-то вот сейчас просто открываете арт вконтакте популярной музыкой и просто как сказать слушаю думаю что мне нравится что мне не нравится а видели номер в комедии клуб где они прошлись по всем музыкальным жанрам вот там очень смешной там но этот музыкальный обычный состав там максим аверин марина и висок сорокин и вот этот грузинский парень который на рояле играет значит оперу армейскую музыку рэп очень смирно авторскую песню они все вот это показали может посмотреть в интернете называется музыкальные жанры понятно спасибо вам большое за подробный выдутый с трудом рассказ про какие-то конкретные музыку а вот люди которые работают на радио мария спрашивая вас глядя прямо в глаза их уже просто укачивает от музыки я очень люблю представляете и домой я передаю и не остановил правда что-то немножко другое но тем не менее я прямо опять начала слушать а еще вопрос очень много а что вы слушаете я не знаю песню про варенье скажи другой вопрос если бы вы слушайте немножко другое если вам близко дали в руки вы бы поменяли бы музыкальный формат серебряного дождя мне в целом нравится много чего нравится я бы может где-то что-то подбавилось сделала по-другому 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 но вообще мне нравится оксана пишет а группа белая гвардия ну про это про варенье прекрасно но обратите внимание какие мы разные присловия меломан у меня тоже возник совершенно другой ряд а тут вдруг появилось варенье белая гвардия оксимирон оксимирон хорошо а вы промел подумали про милок я бы сказала добрый вечер здравствуйте 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 меня зовут андрей 30 лет москва мне доставляет дикое удовольствие свободное от работы время я паяю программирую микроконтроллеры чат и на 3d принтеры вот мне дико нравится создавать что-то новое а вам прямо вот паяльникам вручную с канифолью вот схемы вот эти да 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 именно так я думал что этого уже нет в этой жизни еще есть паяльники продаются да еще даже радиолюбители существуют до сих пор и ламповое радио ну некоторые пользуются ламповыми усилителями но это радиолюбители слушай ну реально здорово реально здорово спасибо кстати вот все у нас музыка у нас паяльники а вот я теперь читаю секс с разными мужчинами больше ничего не профессия не работа не семья не дети не деньги не книги не музыка кино общение с друзьями мотание по странам не заменит и не восполнит радость удовольствие от близости с любимым это наивысший кайф но тут хочется сказать девушка это женщина выиграть или крестик снимите или трусы наденьте потому что в начале идет секс с разными мужчинами а в конце идет близости с любимым а в единственном числе но вы не подписались во-первых спасибо за ответ во-вторых непонятно все-таки с любимым или как у людей бывает у них каждый раз любимый кто-то один просто они меняются ну просто в единицу времени все равно а есть же это такая биологическая история что человек не полигам а я забыл как он называется меня ребенок любит поля море это называется да это что каждый раз как первый в общем роман из москвы нам пишет моя супруга галя получает удовольствие от покупок в магазинах с моей кредитной картой я даю ей карту и через несколько часов она возвращается полностью преображенной женщиной роман какой же вы щедрый мужчина главное чтоб карта не грустила не грустите алло здравствуйте ой здравствуйте здравствуйте меня зовут Дарья вот и ничего себе сегодня занимаюсь все первый раз дозваниваюсь и авторщики вот и раз сегодня тема такая что в чем ну как бы то что получать удовольствие от жизни вот и я хотела сказать что ну как бы в принципе я наслаждаюсь жизнью и вот если бы не одно но как бы моя мать постоянно внушает мне и то что как бы женщины которые занимаются таксом до брака они гулящие женщины и вот она внушает мне это чувство вины и я бы хотела спросить у вас Михаил ну как у психолога как от этого избавиться от этого это от матери а нет это избавиться от всего вины и от ощущения себя ну тем кем меня считается мальчик ну для этого надо чтобы хотя бы перестали слушать то что мама говорит как перестать слушать выключить громкость у мамы ну как то есть а вы с ней живете вместе что ли ну да в одной квартире в одной квартире а вам пятнадцать лет в восемнадцать лет ну студентка оооо тогда продолжайте слушать дальше а вы то сами как считаете ну вот я хотела спросить как бы как с психологической точки зрения психологической точки зрения если вы до брака не занимались сексом вышли замуж и тут оказалось что у вас сексуальные проблемы с мужем вы что будете делать разводиться вот чтобы это не произошло сексологи считают что лучше до брака чем когда у вас уже пятеро детей так понятно понятно совет для любовь так да привет маме да и привет когда мои родители улыбаются дай по-настоящему счастье пишет Андрей обожаю гонять на мотоцикле если плохое настроение по ночному городу с упоением пишет Татьяна как понять среди меня темперамент спрашивает Стас Стас если вы каждый день хотите побыть один у вас бешеный темперамент а если у вас раз в пять лет желание побыть одному то очень спокойный добрый вечер я получаю кайф от катания на электросамокате и если не покатаюсь то у меня начинается ломка но пока нельзя к сожалению или к счастью глубоко в положении я хочу в это лыко вставить свою строку я позавчера купил я кстати обожаю электросамокаты вообще такой летный электросамокат который весит меньше 12 килограммов он 700 ватт то есть это скорость смотри вам не понять вы не любили электросамокат спасибо что объяснили что я по этой причине не пойму это значит он едет со скоростью 40 километров в час и запас хода не 40 километров ну вот я покупаю самокат и продавец по имени Егор говорит Михаил а как вас по отчеству я говорю Александрович а вам зачем он говорит я так воспитан Михаил чтобы к старшему обращаться по имени отчеству это было смешно Михаил Александрович пришел пенсионер покупать электросамокат как называется добрый вечер здравствуйте здравствуйте Мария здравствуйте Михаил здрасте меня Алексей зовут я из Москвы мне намного проще наверное чем многим людям которые слушают вас потому что я очень много и долго употреблял наркотики потом перестал их употреблять и как вы начали эфир что давайте без вот этих вот простых солнышко лес и так далее но остаться живым там после 16 лет и каждый день сейчас уже там в течение наверное 13-14 лет как я не употребляю то есть для меня нет проблем по жизни то есть у меня возникают какие-то сложности и я вижу солнышко кайф я расстаюсь с женщиной мне больно а я господи спасибо я живой я могу чувствовать и таких вещей очень много то есть вы счастлив просто от того что вы живы и здоровы я правильно понимаю да это один один момент то что я говорю то что мне проще но при этом мне и сложнее наверное на части потому что я как был кайфажером так кайфажером и остался только я нахожу не какие-то там деструктивные а там позитивные например я курьером работаю я ищу на машине я периодически улучшаю улучшаю эту машину и вот у меня сейчас например цель чтобы эта машина ну вот мы развлекаемся так что там от 100 до 200 км ты выехал из десятки из десяти секунд и это можно сделать это интересно ты там и подвеску улучшаешь еще что-то при этом остается там грибы лес природа общение с сыном секс недавно увидел в продаже пластинку своего одного из любимых музыкантов и я прям представил боже как это а кто вас любимый музыкант это такой есть персонаж как говорит моряк моряка видит отдалека это марк лениган есть тоже человек выживший пройдет многое и этим наверное он мне и близок в том числе но я знаете какой вывод сделаю нет ничего чтобы не доставало не доставляло кайф нашему слушателю да я хочу еще сказать два слова я не против солнце леса и моря я считаю что эти самые простые в жизни вещи включая воду и землю это то что у здорового человека и позитивно настроенного вызывает чувство радости и счастья просто если все будут говорить об одном и том же то это будет немножко однообразно поэтому не потому что я против я сам обожаю на природу я правда обожаю в малых дозах терапевтических грибочки например я люблю жить например за городом я люблю там по лесу походить по морю поплавать но вот мне жить я как раз решил что я могу жить не в городе герой москве и снял себе дачу прямо вот совсем рядом с москвой пять километров и на третий день я вернулся обратно москву и с дачи сдал обратно я оказался не могу жить не в городе вот но при этом ненадолго я люблю как в том анекдоте чем пмж от туризма отличается ну что поехали дальше вы про еду что скажете потому что некоторые пишут что просто люблю еду иногда даже не могу остановиться а вот кто то пишет что тимур заказали с женой доставку синабонов это такие пирожные с корицей сливочным кремом невероятная вкуснота вообще забываешь все на свете эх я бы от синабона не отказалась судя по моей комплекции я люблю еду ну вы никак там с заеданием например сложности в жизни не связываете например сложность сложность создает сама еда в этих количествах которые я ем а так заедать особо нечего потому что все хорошо но я есть есть люблю дело в том что я курил три пачки в день и я не исключаю что это у меня замещение происходит я уже больше десяти лет не курю но ем так нормально добрый вечер алло здрасте алло это я это вы это хороший вопрос иногда на всем стоит спросить себя да добрый вечер мари михаил я очень рада я давно звонила я хочу тоже сказать что я конечно получаю кайф просто от жизни иногда но мне пятьдесят восемь лет поэтому как бы да я получаю кайф от музыки причем вот как предыдущие звонили да но я еще получаю кайф когда двигаюсь то есть я начинаю танцевать вот готовы что-то и музыка и все у меня как бы уносит а еще я получаю кайф от того что я шью я шью себе вещи и когда я их одеваю я ну просто как бы думаю какая же я умница какая молодец и вообще все прекрасно колоситься в поле рожь нет на солнце пятен до чего же я хорош до чего приятен что у нас там звонок или почитаем много чего алексей пишет люблю когда меня гладят по голове но я уже большой и гладить меня некому а я кстати вот тоже люблю погладить кого-нибудь по голове это я не намекаю Алексею но я говорю что неважно сколько вам лет очень любил детей соберет целая комната гладит пока яблоко по снегде да я чувствую себя счастливый за рулем так счастливый за рулем еще раз люблю поздний вечер когда все домашние как люди-то людей любят домашние легли спать обратите внимание тоже не первое знаете вот есть вещи повторяющиеся как солнце и море подождите вам довлатова цитирует что когда все дома и все легли спать правильно а здесь продолжение тоже не довлатов иду на кухне большая чашка чая советский фильм вязание или люблю быть за рулем а рыбникова или спленов или абу послушать или просто инструменталку или блю скандинавской ходьбы собака рядом но хотя бы собак михаил а я бы подытожила что многие наши слушатели потому что очень много сообщений в ватсапы любят заниматься творчеством то есть сюда относятся фотография музыка ковер версии например на подсекле он кто то пишет в общем то что они сами производят стихи пишу вот это вот креативный процесс кстати стихи я не свои читал да что это не вы все написали я вам не верю ой следующая линия да что ж такое ой добрый вечер добрый вечер здравствуйте мари михаил меня зовут антон мне 34 года я из москвы и я получаю особое удовольствие от своего хобби я занимаюсь поиском старины с металлоискателем в рамках допустимых а что удалось найти антон а ну как бы монеты различные изделия старинные а есть какие-то особо ценные монеты даже с исторической точки зрения михаил ну как бы на самом деле поиск старины с металлоискателем такой полу легальный да можно сказать то есть мы то есть мы не можем белый белый копатель я называю себя белым копателем я понял да то есть я не расхититель гробниц мы ходим по а что были гробницы по полям где условно сажают картошку кукурузу там пшено когда-то были деревни хутора старые и так далее ищем вот такую старину ну соответственно находки есть а как вы знаете где копать вы какие-то карты изучаете или как это да конечно есть старые карты то есть они были составлены еще в 1862 году например это карта менда там шугерт и так далее есть старые карты которые они общеизвестны общедоступны и на них можно посмотреть вот старые места жительства людей вот и особое удовольствие именно доставляет поднять из земли какую-то вещь которая пролежала там 100 лет до 150 лет может быть больше и понимаешь что она не видела белый свет в течение всего этого времени и ты первый кто ее поднял как бы держишь в руках за все это время то есть извлек ее на свет божий и от этого особо какое-то вот особые эмоции особые впечатления ты думаешь о том человеке который ее когда-то там давно потерял что эта вещь она буквально вся пропитанная история и от этого мне очень как бы хорошо становится и на душе приятно спасибо это как волька испытывал когда нашел в старика хатабыча в сосуде тот тоже давно не видел белого света алло здравствуйте здравствуйте Михаил алло здравствуйте еще раз это ирина знаете я знаете что люблю я обожаю гонки и я на самом деле поняла что я очень люблю рев машин я прям вот вы смотреть любите или участвовать участвовать я не люблю я на самом деле у меня есть такое хобби я уже несколько лет езжу на свой отпуск трачен на в качестве волонтеров формула-1 и более того я даже хочу хотела поработать маршалом это ну вы были знаете где видели когда здесь гонки конечно смотрели вот там вы видели вот этих людей в оранжевых таких этих с флажками которые да вот это моя мечта на самом деле там поработать я даже по моему курсы прошла и я на самом деле ну там если это все возобновится я я начну ездить на москва еще открыли под питером очень хороший автодром это называется игра драйв вот я туда устраивалась но там мальчиков берут вот еще я люблю на самом деле свой любимый стадион открытие арена и желаю вам вы меня слышите очень хорошо да я желаю вам на самом деле вы же любите да стадион стадион собирать вот когда-нибудь действительно собрать стадион у нас на стадионе потому что я там работаю это мое хобби я работаю с серном на стадионе это чем вы работаете с серном это моя подработка а с серном это кто я обожаю на самом деле болельщиков я их очень люблю они все нахальные нахальные очень эмоциональные но я их не могу для меня а что такое с серном и сколько кстати тысяч помещается на стадионе мне кажется это сто тысячник открытия вот да нет открытия 40 тысяч открытия арены это тот человек который фактически ну грубо говоря распоряжается контролер распорядитель и вы приходили когда-нибудь на стадион когда последний раз вы были на футболе Михаил короткие гудки в трубке давно я на самом деле на футболе был очень давно но я запомнил что я когда я был на хоккее я на хоккее был на стадионе когда был жив брежнев и я его видел который он сидел у него отдельная была трибуна у брежнева а его врачи запретили курить простите вы были последний раз на стадионе когда жил брежнев ну в смысле это ответ нашей слушательности да я спартак болел это дело в том что в какой-то момент открытие это спартаковские как раз нет это был лужники я был в лужниках и брежнев сидел и сидела его охрана и курила ему в роже он просто просил их чтобы они на него покурили потому что ему не хватало никотина он очень страдал а его врачи запретили курить они там же запрещено на стадионе курить и такой стадион весь воздух такой и только в одном месте дым идет но я думаю мы сейчас пару минут вернемся единственное парочку сообщений вам зачитаю что обожаю заниматься генеалогией составляю родословную своей семье не гинекологией генеалогией да я сейчас пойду перечитаю генеалогию ну да сейчас вам напишут любители так вот а мне очень нравится от ангелины а мне нравится говорить пишет ангелина нет начала жить по вашим правилам вот она счастье но мы с мужем оба невротики по очереди устраиваем друг друга манипулятивные вывороты но я послушаю вас перестала все себя как жертву вижу какие у нее ломки начались вот и такая буду слушать дальше кстати мари а ксения 27 лет я люблю быть свободно и ощущение одиночества это уже 5 или 7 а история про то что я люблю когда людей вокруг нету я считаю что естественно оставлять себе время на то когда ты один как-то сын моей подруги маленький но ему буквально 3-4 но мама психолог тут ничего не поделаешь он так и говорит в саду нет 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 мама психолога тут уже ничего не поделаешь прекрасные родители и в какой-то момент он сказал мама мне надо побыть одному человеку 3 года и он уже ощущает эту потребность давайте телефонный звонок добрый вечер здравствуйте алло да мы вас слушаем алло здравствуйте а я хотела поделиться то что меня радует меня очень радует моя работа я получаю колоссальное удовольствие я работаю медиком и чем она сложнее чем хуже смены проходит чем когда я двух трех работ работ тем мне сложнее тем я больше получаю кайф а какой вы имеете какая у вас специальность специальность я у меня одна основная работа я реаниматолог реанимационная сестра а вторая дети недоношенные и новорожденные то есть она у меня очень рада и когда я прихожу с работы и ложусь просто валюсь с ног и сутками подвою суток работы не высыпать меня и я что такое сделала что я не ожидала я от этого получаю очень большое удовольствие я просто переживаю но я вроде как это не особенно зашли это разве же плохо когда ты делаешь уважняя жизнь и от этого получаешь удовольствие и чем хуже тебя живет ты это перебарываешь это еще мао джудун говорил знаете он сказал чем хуже тем лучше кто-то нам говорил что чтобы сделать человеку хорошо надо сначала отобрать то что он любит а потом дать ему это и человеку хорошо это не очень добрые люди говорили егор могу за части егор очень любит кататься на своем кабриолете когда садится за руль голова становится пустой и светлой в этот момент я по-настоящему отдыхаю свой кабриолет это неплохо михаил надо подвести какие-то итоги зачем мы это делали целый час просто так из удовольствия знаете мари дело в том что давайте это про себя расскажу ну кайф они кроме секса и еды я очень люблю читать лекции прямо вот не хватает организму сейчас живого человеческого общения ломка но не так ломка но я хочу сказать что ой а две вещи хочу перескать я как бы когда в интернете я просто разговариваю сам со своей головой люди-то меня видят живьем а я же их не вижу я очень люблю вот такую передачу вести почему о чем да ни о чем об жизни хорошо что говорили сегодня мари согласитесь отлично не надо во всем искать смысла потому что жить ну как бы смысл жизни это и есть сама по себе жизнь но я считаю что смысл в том что люди поделились радостью может быть кого-то это толкнет на мысли чем бы он хотел в жизни заняться что он подоставляет удовольствие ну и как говорится шире плечи выше грудь а вообще я хочу еще раз сказать что мы все любим и солнце и море и лес и все такое но такие как вот у Коли Васина с которых я начал радость это конечно очень оригинально друзья мои ну что Мария спасибо и спасибо